17 сентября 1938 года был арестован депутат Верховного Совета СССР, секретарь Абхазского обкома коммунистической партии Виктор Кукба. Виктору Кукба было предъявлено обвинение в том, что он якобы входил в состав контрреволюционной организации и руководил ею на протяжении ряда лет. 17 сентября 1952 года на всесоюзных соревнованиях по конному спорту впервые абхазский конник Золотинска Аншба стал чемпионом Советского Союза и ему присвоили звание мастера спорта СССР. 17 сентября 1993 года министр обороны России Павел Грачев встретился в Гудауте с Владиславом Ардзенба, а в Сочи с Эдуардом Шеварнадзе. 17 сентября 1993 года министр обороны России Павел Грачев предложил Шеварнадзе ввести на территорию Абхазии две российские дивизии и тем самым спасти Сухом. Шеварнадзе отказался. 17 сентября 1993 года правительство России потребовало от абхазского руководства незамедлительно остановить боевые действия, прекратить огонь, отвести свои формирования на исходные рубежи. Отказ от этого будет рассматриваться как вызов со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями, отмечалось в заявлении правительства России. 17 сентября 1993 года Верховный Совет России рассмотрел вопрос о ситуации в Абхазии и в принятом постановлении рекомендовал правительству России оказать мирными политическими средствами необходимое воздействие на конфликтующие стороны, исключая применение силы. 17 сентября 2008 года состоялось подписание в Москве договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Народы этих республик по сути в буквальном смысле выстрадали это подписание. Сегодня исторический момент, исторический момент для нашего небольшого государства. Мы постараемся сделать все, понимая эту величайшую обязанность, чтобы построить демократическое, правовое государство. 17 сентября 2010 года президент Республики Абхазия Сергей Багапш подписал указ о создании комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. 17 сентября 1818 года родился Георгий Чачба, поэт, драматург, публицист. После восстания 1866 года по инициативе наместника Кавказа, великого князя Михаила Николаевича, Георгий и вся семья бывшего владительного князя были высланы в Оренбургскую губернию. Право проживать в Абхазии поэт получил после революции 1905 года. В поэзии Георгия Чачба значительное место занимает тема любви к родине и самыми популярными из его стихов являются Уарада «Ты знаешь, брат, такую страну, родина» и другие. Он также автор многих театральных рецензий. Среди публицистических статей выделяется «Так пишется история». 17 сентября 1924 года родилась Галина Авец-Бабигвава, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Абхазии. После окончания Сухумского государственного педагогического института работала учителем математики в Бресте, затем заведующая кабинетом физики и математики Института усовершенствования учителей Абхазии, была деканом педагогического факультета. Автор 30 научных работ. Одна из первых осуществила чтение лекции по математике и ее методике на абхазском языке студентам педагогического факультета. Разработала ряд задач по методике преподавания математики в начальных классах, в частности, по методике изложения геометрического материала, составлению задач на местном материале. 17 сентября 1954 года родился Игорь Хеция, заслуженный артист Абхазии. Завершив учебу в Сухумском культпросветучилище, Хеция становится солистом госансамбля танца Абхазии Шаратын. Он исполнял танец с кинжалами, молодежный перепляс, хороводный древний танец Шаратын, забавные пастушеские переплясы и другие. В конце 80-х с братом Вадимом Хеция выступает солистом танцевальной группы государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова